Всем привет, меня зовут Илья. Я буду рассказывать про то, как у нас устроена разработка в Бездокторе. Если у вас аллергия на слово заебись, возможно, вам потребуются таблетки от этого. Подоблеждаю заранее. Sorry. Я стараюсь не ругаться со сцены, но сегодня... Ладно. Я занимаюсь процессами в компании Бездоктор и расскажу вам, как они устроены у нас. Потому что как-то так сложилось, что когда я обычно рассказываю людям, как они у нас устроены, мне типа вот так вот делают. Непонятно почему. План моего спича такой. Сперва я вам расскажу историю о том, как он появился. Потом расскажу, из чего он собственно состоит. Потом, как обычно, подводные камни, что не работает. И немножечко по инструменту, который вы сами можете начать использовать, если вам что-то из этого понравится. Один дисклеймер я уже сделал. про то, что иногда мне придется пронить слово «заебись» и некоторые другие похожие слова. Надеюсь, вас это не сильно коробит. Другой дисклеймер заключается в том, что несмотря на то, что я работаю в чудесной команде Бездоктора, то, что я говорю, может, и вообще говоря, должно расходиться с политикой партии. Это мое личное мнение. Не экстраполируйте это на Бездоктор. Я не согласовывал это с нашими партищиками. Ну и, наконец, самое главное, наверное, если вам не понравится что-то из того, о чем я говорю, съездите в White Eagle, выпейте пиво или коктейль. Там есть коктейли вроде бы. Отдохните. Это ничего страшного. Я не рассказываю про то, как правильно делать разработку. Я рассказываю, как она работает у нас. Фух. Давайте начнем. Какое-то количество времени назад у нас был довольно типичный флоу разработки. Сели разработчики, пилили свои фичи в фичебранчах, потом делали мердж-реквесты, делали релиз. После того, как они получили один или два, в зависимости от всяких обстоятельств аппрува, их мерджали в релиз. В релизе проводили регрессионные тестирования всего релиза, мерджали в мастер, релизили. Двухнедельные спринты. Ну, в общем, довольно типичная и знакомая схема. Она вроде бы работает, но как-то не весело, что ли. Не говоря уже о том, что перформанс как бы не очень, и по оптимализации схемы сильно не получится. Ну, то есть, можно там что-то внутри спринта переставить, что-то там менять количество ревьюеров, ставить разные галочки в GitLab и все такое, но это не то, чтобы сильно добавить перформанса команде. И возникла идея о том, чтобы все это вообще нафиг выкинуть и построить все заново, с нуля. Возник вопрос, а что мы будем строить? Ну, то есть, разрушить это несложно. А потом, после того, как мы разрушим, мы будем строить. Что? Как выглядит флоу-разработки нашей мечты? Мы сели и начали думать, а что же там должно быть? Ну, то есть, Что находится в фундаменте, ну, то есть, к чему мы хотим прийти? Никакие шажки мы будем делать, как обычно. Обычно все занимаются оптимизацией того, где мы находимся, двигаясь куда-то, куда все считают правильным. Наш подход был немного другим. Мы хотели довольно четко обрисовать ту картину, к которой мы хотим прийти. Ну, то есть, в чем смысл-то, то есть, чего мы хотим добиться. То есть, сели думать и пришли к пяти принципам. Первое – это частая интеграция кода. Не выкатка, а именно интеграция. Чтобы у нас была одна версия, чтобы как только кто-то один что-то написал, то сразу же появлялось у всех, чтобы не было разных версий, чтобы не было чего-то вот такого, чтобы весь код очень часто интегрировался. Это нужно, во-первых, для того, чтобы мы как можно раньше узнавали о всех проблемах, типа, если один чувак что-то закоммитил, что ломает всех, то, чтобы буквально это через полчаса ломалось у всех. И, соответственно, он это исправил. И еще много чего такого. То есть, типа, очень часто интегрируем код. Это сильно более даже важная штука, чем частые релизы. Нужно, чтобы именно была одна версия. Мы как-то, типа, и мы все писали в рамках нее, и как можно чаще ее обновляли. Окей. Одна версия, частые обновления, ясно, понятно. Что дальше? Дальше, очевидно, частые релизы. Потому что, если мы релизим раз в спринт, раз в неделю, или в две, или сколько там, это какая-то, ну, типа, что такое. Не говоря уже о том, что это страшно, долго, иногда придется сидеть по ночам. И реально, как-то раз, даже не в Баздоктере, мы так сложилось, что мы месяц ничего не выкатывали. Это было не специально. Просто так получилось. И потом это все нужно было выкатить, и это превратилось в целую стопляску, когда почти весь отдел разработки сидел всю ночь в офисе. Это не кеп. Ну, то есть, это... This is happening right now. Не в этом году, кажется, в прошлом или нет. Ну, в общем, не в 90-х. Совсем недавно. Что-то довольно странно и, по-моему, совершенно неправильно. Хочется, чтобы этот процесс был очень простой, как сходить заварить кофейку. Ну, то есть... В общем, хочется часто релизиться, прямо часто-часто. Хочется писать много тестов, потому что это один из, типа, единственный известный мне нормальный способ, нормальный убедиться, что код работает, что функциональность доставляется, что бизнес-вэлю на месте, что пользователи счастливы будут, ничего не сломается прямо сейчас. В общем, тестов надо много. И при всем при этом, типа, не хочется ничего делать руками. Если что-то можно автоматизировать, я хочу, чтобы оно было автоматизировано вообще все повально, без исключения. Довольно логично, потому что никто из нас с вами не хочет рефакторить что-то и сидеть, исправлять название и на что-то там другое. Никто не хочет сидеть и по два часа собирать билд, чтобы его выкатить. Никто не хочет скачивать дамп, удалять локально базу, накатывать ее заново. В общем, вот эту всю рутинную херню ее хочется выкинуть и сделать, чтобы она делалась сама. И при всем при этом великолепии хочется, чтобы ничего не ломалось. Ну, типа, ломалось, но не часто. Типа, ломалось, но при этом никто не был недоволен больше обычного. Вот такие принципы. Ну, типа, на первый взгляд все кажется довольно естественным и понятным. Кажется, что это довольно универсальные штуки. И я бы удивился, если бы кто-то из вас сказал бы, нет, это херня, так не должно быть. Не исключаю, что такие люди есть, но для меня это был бы сюрприз. Теперь давайте пройдемте по каждому из этих принципов и посмотрим. Продолжение следует... Это технических ошибок. Должны быть всякие вреда, даты, тесты, проверки, дип, вот это все, да? То есть, типа, чтобы билд, билд. Когда я что-то закормитил, там ушел, он прогнался. Если он зеленый, да, это нормально все. Потому что это позволяет мне часто интегрировать код. Если билд красный, то значит, код не синтегрировался, не облажался. Надо пойти исправить. В общем, CI это пререквизит. И это не просто пустой джентль, с которым можно взять эти командочки. Это настроенный, готовый к той CI. Вот. Ясно, хочу почему-то. Следующий пункт. Может, кому-то не понравится. Если мы хотим часто интегрировать код, то довольно очевидно, что нам не нужно использовать раньше вообще. В смысле, мастер, а коммитинг в него не нужен. Потому что иначе получается, что у нас код не синтегрировал. Он живет в бранчу. Отдельно. Он не удовлетворяет вот этот вот. Из этого делается странный вывод. Надо все это рассчитывать. Это когда вы прячете новую функциональность за какой-то флажочек. Он, например, сначала выключен, потом он включен, и все рады. Зачем это нужно? Чтобы вы могли синтегрировать половину фичи. Вот вы, типа, реализовали половину новой функциональности, вторую половину еще не написали, но уже делаете коммит, потому что вам пора домой, или на метап, или еще что-нибудь. И вы хотите, чтобы тот код, который вы написали, хотя он не готов до конца, точно так же был заинтегрирован со всем, и все было хорошо. Поэтому фичи флаги становятся мастхевом хотя бы в виде ифов в коде. Ну, типа, а в сеттингах есть огромные перечисления этих ифов, где вы их можете переключать. True-false, false-true. Отдельными коммитингами. Просто. Это позволяет, повторюсь, коммитить не до конца готовую функциональность. Вы ее просто прятите за сладочек, она выключена, но как бы она сантегрирована, и все нормально. Я. Аригато. Спасибо. Передаю привет тому, кто будет отмонтировать. Спасибо. Это никто не будет монтировать, так это не будет видео. Так что все как в прямом эфире. Эффект присутствия. Спасибо. Точно. Это мысль. GitLab. Ладно. И, наконец, очень часто, если у вас есть build, то дефолтным бонусом к нему идет shame того, кто сломал build. То есть, если build разламывается, то обычно падается email, там написано, что коммит вот этого чувака сломал build. Вот в некоторых компаниях даже есть традиция со всякими там шляпами позора, которые передаются от одного чувака, который сломал build к другому, и всякой такой херне, которая сопровождается обычно всякими шуточками и прочим не очень здоровым поведением. Это неправильно, это не способствует вот тому, чего мы хотим, потому что если мы будем придерживаться того, что build ломать нельзя вообще никогда, то это будет приводить к тому, что все разработчики будут локально 10 раз перепроверять все, что они делали. А это не круто, ну, потому что коммитим мы часто, если мне часто придется перепроверять, то эти перепроверки будут тратить до хера времени. Я не хочу тратить до хера времени, я хочу код писать. Вот. Поэтому вводим новое правило, что build ломать можно, но ненадолго. Типа часок норм. Закоммитил, увидел, что сломалось, вернулся с перекура, починил, все нормас. Проблем нет. В пятницу вечером закоммитил, ушел, твой коммит разломал build, все выходные он красный, никто ничего не может не закоммитить, не синтегрировать, не выкатить, ничего. Нет, это плохо. До часок? Без вопросов. Вот. Очень важное правило, потому что правило don't break the build, оно тоже вредит вот этому вот критерию. И вот это все, что я рассказал сейчас, это только первый из пяти принципов. Поехали дальше. Чтобы релизить, нужно иметь способ часто релизить. Каким-то образом. Для этого есть специальное словосочетание. Continuous delivery. Когда оно само, ничего не надо делать. Это, кажется, пререквизит для частого релиза. Для частых релизов. Что я называю continuous delivery для бедных. Это когда у вас есть скриптик, который выкатывает на production, последнюю версию кода, и он, например, стоит в кронтабе с понедельника по пятницу, типа в 12 и в 16. Так это работает у нас сейчас. Типа, если тебе нужно что-то выкатывать прямо сейчас, то ты идешь жмакаешь кнопочки в деклабе. Если тебе надо просто закоммитить, и ты готов подождать, пока оно выходит само, то вот, кронтаб все сделает за тебя. Прикольно, прикольно. Является ли это пререквизитом для частых релизов? Кажется, что да, потому что иначе разработчикам придется самим релизить код. А это не то чтобы сложно. Это просто геморно. Вещи, которые геморно, никто не делает часто. Фичи флаги. Если мы хотим часто релизить код, то есть выкатывать его на пользователей, то фичи флаги должны превратиться из if-ов в коде с true-false в сеттингах в динамическую штуку, чтобы мы могли выкатить что-то с выключенным флагом, а потом, чтобы включить этот флаг, нам не нужно было делать commit, новый релиз. Это актуально, особенно актуально для мобильных приложений, где релиз — это отдельная плясочка со своими деталями, но и для простых вебов, потому что если нам для того, чтобы переключить флаг, нужно делать отдельный commit, то это удлиняет возможность переключить флаг. Поэтому получается, что все эти флаги должны жить в каком-нибудь типа в админочке, быть динамическими. Кажется, что это еще один пререквизит для того, чтобы часто релизить код, и все было удобно, стильно, модно и молодежно. Наконец, чтобы часто релизить код, нам не нужно ждать аппрува от тестировщика. С этого момента начинаются вопросы обычно. Да, и действительно не надо. Действительно, он протестирует это потом. Да, у нас есть тестировщики, которые тестируют код, который уже в продакшене. Звучит довольно шизофренично, но работает. Но это еще не все. Чтобы часто релизить, нам нужно, чтобы и ревью тоже не блокировало релиз. Блокировало, блокировало, да не выблокировало. Тут все работает точно так же. Ревью нужно, нужно или нет, может быть, обсудим потом. Но оно точно не должно ничего блокировать, потому что если что-то блокирует релиз, то вы не делаете релиз часто. Вам нужно, чтобы ничего не блокировало релиз. Вы просто коммитите, нажимаете на одну кнопочку, а лучше на ноль кнопочек, и ваш код попадает в бой. Вот это требование для частого релиза. Поехали дальше. Что у нас дальше? А как мне вот это? Вот. Чтобы писать много тестов, надо разобраться в том, какие тесты мы пишем. Как вы все знаете, тесты бывают разные. Нужно определиться в том, какие тесты вам нужны и в ком количестве. И, что самое главное, разобраться в границах каждого из типов тестов. В чем-то подводный камень. Как-то раз на прошлом или позапрошлом Пайконе я провел эксперимент. Подошел к пяти разным знакомым чувакам из разных команд и попросил их дать определение юнит-тестов. Я получил пять разных определений. Более того, двое из них думали, что использовать базу данных в юнит-тестах – это норм. Ну, в общем, мир полон удивительных вещей. И, скорее всего, ваши коллеги считают, что типы тестов – это не то же самое, что типы тестов в вашей голове. В общем, пойдите, разберитесь. Потому что по умолчанию это прям разные вещи. У нас их три. Юнит интеграционный end-to-end. И вокруг каждого из этих типов есть свои процессы, свои пляски, в общем, всякое свое. И отдельный кек, который я заметил только сегодня, в том, что ни в одном из процессов и ни в одной из метрик не фигурирует старое доброе покрытие тестами. Ну, то есть вообще, оказывается, оно у нас не считается. Ну, то есть я в самом начале, когда начинал это все, начал считать, но никто туда даже не смотрит, и никто это не линтит. Они работают всякими другими способами. Наконец-то надо сделать тесты частью definition of done. То есть сделать так, чтобы нельзя было, чтобы никто из разработчиков не мог сказать, я сделал фичу, а на тест у меня времени не хватило. Ну, то есть надо сделать так, чтобы сделать, написать тест, было частью сделать фичу. И донести это до всех. По поводу донести до всех попозже. В общем, тесты отличаются до всех задач. И опять же, от разных типов тестов зависит от того, какой dot будет поставлен для какой задачи. Ну, то есть n-to-end обычно пишется для юзер-старей, которые обычно эпики, для всех интеграционные, для тех, для которых они ложатся. В общем, все сложно, все кастомно. И удивительно, что нет покрытия. Я сегодня об этом задумался. Так, о че? Если у вас много тестов, то в них должен быть порядок. Две самые большие проблемы сейчас на экране это мигающие тесты, которые то зеленые, то красные, хотя вроде бы ничего не менялось. И deadbound тесты. Если у вас 1 января какого-нибудь года ломались тесты, потому что наступило 1 января какого-нибудь года, то вы знаете, о чем я говорю. У нас есть отдельные скрипты, которые, типа, прогоняют наш тест-сюд 10, 20, 30, 50, 100 тысяч раз, смотрят, с какой вероятностью мигает каждый тест. Если какой-то тест мигает чаще положенного, то мы считаем, что он неправильный, его надо переписать. И то же самое с datebound тестами. Я прямо сейчас, вот сейчас, уверен, что 1 января 2020 года ни один из наших тестов не сломается. По-моему, это великолепный результат. Я очень доволен этим. Ну и, наконец, самое главное, чтобы писать нормальный тест, нужен нормальный код. Поэтому вам нужно писать нормальный код. Чистый код, модульный код, разложенный по правильным полочкам, которые вы считаете правильным и все такое, это зачастую даже недостаточный набор критериев для того, чтобы называть код тестированным. Тестированный код – это, типа, еще более сложная штука. И вот тут-то как раз пригождается все, что вы используете для читаемости. Всякие там аннотации, свои фреймворки и договоренности, вот все-все-все, что вам придет в голову, чтобы сделать код нормальному, читаемому, удобному, все такое, вот это оно. Вот сюда оно. Потому что, если у вас код говно, то ваши тесты автоматически часть вашего кода, то есть тоже не конфетка. Вот. Небольшое лирическое отступление для любителей пофоткать слайды. В конце будет слайд со всеми ссылками, в том числе ссылка на эти слайды, так что можете не волноваться. С тестами разобрались. Финалочка по поводу тестов, типа завершающая мысль, заключается в том, что тесты в итоге это тоже код, то есть смысл всего этого подхода, этого пункта заключается в том, что у вас нету кода и рядом с ним тестов. У вас есть код, просто часть этого кода это тесты. Это приводит к тому, что какой-то процент вашего кода по базе это тесты. Его нужно точно так же, как и все остальное поддерживать. И на это нужно сюрприз-сюрприз тратить время. Это совершенно нормально, потому что так это работает. И если вы на это не готовы, то не стоит вообще это ввязываться. У меня был проект, в котором из трех разработчиков один только тесты писал и еще один на полставки писал тесты. То есть типа полтора чувака делали фичи, а полтора делали тесты. И знаете, чем это все закончилось? Тем, что через месяц мы удалили все тесты, потому что получалась херня. Они не работали, код был неправильный, тесты постоянно то ломались, походилось кучу времени тратить на то, чтобы их переписывать, дорабатывать и все такое. В общем, убедитесь, что у вас такого нету. Для этого нужно довольно много энергии продажить. Фух. Автоматизации всего. Обожаю, блин, линтера. Flake 8? Обожаю Flake 8. Недавно собирал куки-каттеровский шаблон для дефолтного проекта. Там 19 плагинов для Flake 8 у меня. Обожаю Flake 8. Знаете почему? Потому что он автоматизирует ревью. То, на что мне раньше бы в ревью показали мои коллеги, потратили бы время, чтобы написать коммент, я бы его прочитал, что-то ответил, делал бы какой-то коммит в ответ, чтобы это все исправить. Писал бы в Slack что-нибудь типа «Миш, посмотри, исправлено» и вот это вот все. Теперь этого всего нет. Просто PyCharm мне подчеркнул красненьким. И я такой «Ну, окей, исправил». В общем, линтера. Ох, круто, обожаю линтера. Накатка, откатка, релизов, всякие там стейджинги, куа, вот это вот все херобора. Это все, хочу, чтобы все автоматически было. Вообще об этом думать не хочу. Я вам что? Короче, я программист. Я хочу программировать. Окей? Окей. Боты. Обожаю ботов. У нас есть бот, который по утрам пишет, кому кого отревьювить. Если он не отревьювил до положенного времени, напоминает об этом. А вечером еще и считает SLA и говорит, кто молодец, а кто нет. И в будущем кажется, что этого будет больше. Потому что это это не матрица, в которой роботы начинают побеждать людей. Это автоматизация моего распорядка дня. Вместо того, чтобы мне вспомнить, что мне нужно сделать ревью, об этом вспоминает робот и напоминает мне. Поскольку чтобы типа за то, чтобы он вспомнил, отвечает CronTab. А CronTab это не только одна из моих любимых, вы могли заметить, программ. Но еще и очень стабильная. Я не беспокоюсь, что он о чем-то забудет. Люди очень часто забывают вещи. Ну и типа всякие другие задачи. Вот, например, представьте, что вам нужно стянуть с продакшена свежий дамп, потому что вы исследуете какой-то баг, который завязан на данные. Естественно, вы этого не можете сделать напрямую. И вам нужно анонимизировать ваш дамп. А еще там лежат какие-нибудь истории, изменения чего-нибудь. Ее нужно бы почистить. И вот это вот все еще накатить локально, скачать, удалить все такое старое. В общем, не хочу ничего этого делать. Хочу нажать на кнопочку. Сказать Python refresh.db.py или что-нибудь такое. А дальше пускай оно само. Зачем? Не потому что я считаю себя самым главным, а потому что я не хочу делать монотонную работу, которую можно не делать. Я хочу написать скриптик, который я буду делать, чтобы я тратил свое драгоценное время, а я недавно стал иметь отношение к бюджету компании. И знаете, оно действительно дохера драгоценное. Ну, то есть, если пересчитать, типа, сколько стоит разработчик для компании, перевести это в час, то там будет много рублей. А если умножить это на количество разработчиков в отделе разработки, будет очень много рублей. И типа, это заставляет думать о всяком. В общем, не хочу, чтобы это время тратилось бы напрасно, как чувак из бизнеса, и совершенно точно не хочу делать скучную херню как разработчик. Это автоматизация. Теперь давайте разберемся, что надо сделать, чтобы при всем этом великолепии все-таки ничего не ломалось. Во-первых, ревью. Оно хоть не блокирующее, все равно должно быть. При этом, раз уж мы быстро интегрируемся и быстро выкатываемся, то и ревью тоже должно быть быстрое. У нас сейчас отработает так. К сегодняшнему вечеру мы отревьюили и исправили весь код, который был написан вчера. Для этого у нас типа коммиты привязаны к тикетам, все коммиты за вчера группируются по тикетам, и каждая кучка осанится, каждому разработчику бот знает, кто бэкэндер, кто фронтэндер, кто куда умеет, кто что не умеет, и всякие такие вещи равномерно распределяя, чтобы одному не досталось 10 тикетов ревью, другому 0, и делает всякие другие ништяки. Остается только зайти в код, что-то написать, и все такое. И вокруг этого тоже много работы происходит, что там пишется. Потому что очевидно, если вы используете ревью как место, где вы можете показать, что вы крутой, а вот тот чувак нет, это не сильно продуктивно. Очевидно, что если вы указываете на то, что оттуда забыл пустую строчку поставить, это тоже не сильно продуктивно, это делает флейк. И всякие такие вещи. Если один чувак допускает постоянно одну и ту же ошибку, это тоже какая-то ерунда надо бы исправить. В общем, вокруг этого тоже постоянно происходит какое-то количество работы, чтобы это оптимизировать. Это важно, и ревью само по себе важно. Наконец, кроме этого, нужно мануальное тестирование. Если честно, мне последние несколько недель не отпускает мысль о том, вообще нужно ли оно в светлом ZDD будущего, в котором все работает идеально. С одной стороны, хочется сказать, что нет, потому что мы все такие стильные, модные, молодежные и современные. С другой стороны, как будто бы да. Ну, в общем, оно у нас есть, оно неблокирующее, и оно точно так же кривее работает довольно быстро. Ну, то есть, не может быть такого, что вы за два часа написали фичу, а потом три дня ждете, пока вы протестят. Просто потому, что вы за два часа ее написали, после этого выкатили ее, и если она будет протестирована через три дня, это значит, что пользователи будут эти три дня пользоваться потенциально нерабочей фичей. Это никто не хочет сделать, в том числе отдел КУА, поэтому все тестируется довольно жустро. Наконец, по ночам все обычно спят, ну, или кое-что-то нерабочее. Разработческие тачки стоят, плачены, вот бы они чем-нибудь занимались. Ну, ладно, это кек на самом деле. Основной мой пойнт в том, что вот все это великолепие, которое я писал, оно целиком занимает довольно много времени. То есть все эти end-to-end тесты с браузер, с теком для нескольких моделей телефонов, где все нужно прокликать, все эти сценарии, вот это вот все. Эти date-bound и мигающие тесты, которые нужно взять в ваш тест-сьют и запустить его сто раз. Пусть даже параллельно, все равно это долго. И типа получается, что ночью должно происходить что-то большое и длинное, что в итоге позволяет нам сказать более подробно, что у нас ок или не ок с текущим стейтом проекта. И это происходит каждую ночь. Соответственно, каждое утро мы видим или зеленую галочку, или красный крестик с каким-то трейсбеками. Почему это важно? Потому что еще больше нам дает информации о том, что происходит с проектом. И это происходит не раз в квартал в месяц с принт-неделю, а происходит каждый день. То есть это, опять же, континьюс штука. Ну и, наконец, работа над ошибками. Это открытие этого квартала для меня, наверное. Работа над ошибками это когда вы берете какие-то штуки, которые происходят у вас day-to-day, и вы считаете, что они не ок, и совершенно отдельным процессом от их починки проходитесь по ним и задаете по каждому вопросу, что нам нужно сделать, чтобы эта ошибка больше не повторялась. Звучит довольно капитански, но я никогда такого не делал, и это привело к совершенно великолепным результатам. Почему подвергается работа над ошибками? В принципе, все, что вам не нравится. Комментарии в ревью – да. Ошибки в центре – да. Все постмортемы – тоже да. И если их не только чинить, а еще вот такую работу проделывать, то это приводит к довольно большому количеству апдейтов ваших процессов. Вы дорабатываете гайд, пишете новые линтеры, вводите новые правила, договаривайтесь о новых вещах, пишете новые сервисы, прокачивайте вашу инфраструктуру. В общем, очень крутая вещь, но, конечно же, на нее нужно время. Фух! Закончили с последним пятым. Это снова все пять принципов на одном слайде. И меня до сих пор удивляет, насколько они базовые, простые, насколько неочевидны все, что из них, по моему мнению, следует, и все, что я вам честно рассказываю. Ну, вот так вот оно у нас работает, оно, кажется, работает, и это неплохо. Наконец, давайте поговорим о проблемах. Дивопсеры, господи, бедные парни. Раньше от них требовалось только в Джонкинсе там что-то потыкать. Теперь для них столько работы, что мама не горюй, потому что весь вот этот вот космос, который я писал, чтобы поднять, настроить, мониторить, логировать ошибки, алармить, поднимать на разных стейзингах автоматически, скейлить, когда надо, и вот это вот все, это прям много работы. Прям дофига. И к этому нужно быть готовым. Но много работы тут не только для девопсеров. Вам придется взять какого-то программиста и сказать ему, вот теперь, Вася, ты будешь писать скрипты для других программистов, потому что, эй, вот, потому что вся та чудесная автоматизация, которую я описывал раньше, она из воздуха не возьмется, ее нужно писать. Написать скриптик RefreshDB, написать скриптик, который деплоит, написать частных ботов, которые делают ревью, и написать еще 10 тысяч других скриптиков, которые как бы бизнесу на прямую пользу не продаются, ну, то есть продукты. Что довольно странно на первый взгляд, потому что работы действительно много, делать ли ее, типа, надо ли ее делать, непонятно, но, типа, это пререквизит для того, чтобы вот это вот все реализовать. Ну и, наконец, общение. Я, кажется, описал, что, типа, при внедрении этого всего предстоит сделать довольно много технической работы, но это все херня по сравнению с тем, сколько предстоит болтать. Я в рамках подготовки к этому докладу сделал домашние работы. Я зашел в каналчик, к которому я делаю всякие анонсы, связанные с процессами в Slack'е, вытащил оттуда все свои посты за год, отфильтровал те, которые длиннее, кажется, тысячи символов, или ста, ста, чтобы совсем мелочь убрать. И у меня получилось что-то в районе 700 килобайт. Это довольно много килобайт. Я потом, ради интереса, даже сравнил это с книжками. Это типа половина книги. Это на половину книги больше, чем я планировал писать. И это еще не считая того, что происходило в других каналах, это не считая того, что мы говорили на синках голосом. То есть основная проблема вот этого всего это объяснить людям, как это работает. И это реально супер критическая фундаментальная вещь. Потому что, если на этот этап забить и просто говорить делаем вот так, то это очень быстро превратится в карго-культ и перестанет работать. Оно работает нормально только когда все в курсе разделяют вашу точку зрения. И да, это сложно, потому что, как мы все с вами знаем, если в переговорке больше одного человека, то довольно сложно прийти к консенсусу. Если их больше трех, пяти, подставить любую цифру, это, скорее всего, невозможно. В общем, процесс сложный, и на него уходит много времени. Так что, если вдруг вы планируете что-то вот такое делать, приготовьтесь очень много общаться, это ключевой момент. Все эти боты, автоматизация, сокращение усилий, и все такое, это нифти-тинкс. А общение и синхронизация внутри разработки вот это вот ключевая вещь. Ну и, наконец, инструменты. Мы много чего укладываем на GitHub в последнее время. It's on, это тот самый сервис фичи-флагов, очень простой, очень базовый микросервис на IO-Hattp, у которого есть админочка, через которую можно заводить эти флажки и говорить ему true или false, или с какой версией он работает. и ручечка API, которая выдает включенные тэжики или типа того. Очень базовая фигня. Приходите к нам, делайте мердж-реквесты, пользуйтесь и все такое. Мистер Пропер, если вы не знаете такой чистой функции, узнайте. Очень клевая вещь. Если знаете, то вот эта вот пауза, которая позволяет вам примерно понять, какая функция является чистой, а какая нет, и почему. Прикольно, прикольно. Я ее использую внутри некоторых других, некоторых внутренних других линтеров. Например, внутри Mario. Mario — это наш фреймворк для бизнес-логики. Смахивает на Dry Python Stories, про который будет в следующем докладе. Он как раз позволяет вам складывать бизнес-логику таким образом, чтобы ее было легко тестировать и все такое. Опять же, штука, которая супер-альфа-версия, сейчас мы ее только разрабатываем, внедряем. Если хотите поучаствовать, приходите. Если не хотите поучаствовать, не приходите. И до хера плагинов для Flake 8. Я говорю, что я их люблю. Вот тут моя любовь, моя прелесть. Их довольно много. Некоторые устаревшие, некоторые мы до сих пор поддерживаем. Кажется, все поддерживают 3.8, некоторые только 3.8. В общем, тут много всякой ерунды. Есть отдельный плагин, но процент покрытия кодом, аннотациями типов. Такая ерунда мне нужна была. В общем, заходите, пользуйтесь, устанавливайте, пишите ищусь, как все плохо, пишите ищусь, про то, как все хорошо, ну хорошо бы это делать. В общем, приходите. И, наконец, ссылочки. GitHub, мой Facebook, дружите со мной, я буду дружить с вами. И эти слайды. Вот этот слайд стоит фоткать. Фоткайте этот слайд. Блин. Все. У меня все. Все. Если хотите мне что-нибудь спросить, спросите. Ну что, все. На самом деле, да, слайды мы еще у себя выложим, поскольку мы сейчас заовнили твой доклад, так что у нас будет видео на канале. Кстати, видео будет также на канале Бездоктора, так что вы сможете сравнить две версии. Правильно? Вот. Версия, которая была на метабе Бездоктора. Вопросы? Там интересно. В интересной позиции человек находится. На секунду. Там микрофон. Приветствую, спасибо за доклад. Хотел такой вопрос задать. Правильно я понял, что у вас прям все разработчики сразу все в мастер. Ни у кого нет веток, ничего. А допустим, есть такой подход как GitHub Flow для как раз таких вещей. Часто релизы, все вот эта история. То есть GitHub это ну очень большой сервис, там дебюты, ну скажем так, очень немало, и они нормально с этим живут и с пичи-пранчами и со всеми делами. Почему вас это именно не устроило? Вот какой прям супер профит от того, что мы все идем прям в мастер и у нас нет веток. Допустим, ситуация, когда задачу мы поставили на приз разработчику, а он все время в мастере сидит. Ему же все равно придется создать ветку, условно говоря. Нет. То есть он прямо недоделанную задачу поверх нее будет в чем фича вот этого всего? Я 20 минут рассказывал, как мы к этому пришли. Ну, я именно не понял вот этого как бы как раз того, что, во-первых, теряется полностью историчность разработки. То есть где ты над какой фичей работал, как, в какой последовательность. То есть у тебя все это намешивается в одну кашу и мало того, что ты не можешь понять, где какая фича, как разрабатывалась, чтобы отследить ее потом, так оно еще от разных разработчиков все будет намешано. И к тому же плюс, если фича не доделана и, допустим, ну нельзя пушить пока. Ну, грубо говоря, там какие-то breaking change изменения, которые вот нельзя. Так. Как вы с этим справляетесь? Или у вас таких ситуаций вообще не бывает? что у вас есть какой-то breaking change, который по каким-то причинам пока мы не можем сделать и мы его поставили на стоп. Я придумал четыре кекатель на саркастичных ответа. Отвечу нормальный. Ну, можно любый. Конечно, бывает, но типа самое банальное это какое-нибудь обновление Django или обновление React Native или что-нибудь такое. Оно, естественно, необратно совместимо. Не получится спрятать такую штуку за фичу флаг без лишней недели разработки. Тогда, естественно, появляется отдельная веточка, но это скорее исключение, чем правило. За последние несколько месяцев собственно переезд на третью Django и бамп React Native это были два таких случая, больше таких не было. Меня зовут Дмитрий, спасибо за доклад. Я хотел уточнить, вы сказали, что вы все-таки делаете ревью? Да. А в какой момент вы его делаете, если у вас код весь сразу в мастере и как вы следите за тем, что нужно про ревьюить? Это делает бот. Его зовут Эми, тоже лежит у нас на GitHub. Он по утрам пишет, кому что отревьюить со ссылочками на коммиты. Комментарии вы в GitLab пишите? Совершенно верно. Окей. Так. А сколько человек работает на проект? От 10 до 15 в разные моменты вот этого всего. Спасибо за доклад. Такой вопрос. А как вы выбираете, что собственно тестировать, что автоматизировать? Ну иначе получается, что, ну если вы не следите за покрытием тестами? Есть ряд способов вокруг этого, типа, зависят отдельно от каждого типа тестов. Например, для n-to-n тестов у нас есть отдельный список юзерстарей, которые как бы утверждены с продактами, это часть продукта. И мы просто идем по этому списочку и автоматизируем его. Для юнит-тестов есть другой закон про то, что нужно написать n юнит-тестов на каждую фичу. Про интеграционные тесты мы это отдельно на этих обсуждения для каждой фичи решаем, будем ли мы написать интеграционные тесты или не будем. Если будем, то какой? Так, еще вопросы? Давай. Привет, спасибо за доклад. У вас монолиты или микросервис? Монолит в процессе переезда на микросервис. Уже скорее микросервис, чем монолит. А для микросервис разве так актуально, чтобы все было в мастере, если у тебя достаточно много микросервисов, вот такая небольшая команда, 10-15 человек, смысл для 10 микросервисов все держать в мастере. Это классный вопрос, потому что возможно через какое-то количество месяцев, когда микросервисов будет в 10 раз больше, чем сейчас, все это мутирует довольно сильно. Но пока это вот так. Так, кто еще хочет задать вопросы? Я посмотрю немножко на время. Не знаю. Так, раз. Ну, окей, одна рука. Хорошо. Последний вопрос. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Внезапно тестировщики уже на проде обнаружили баг. Как вы определяете, к какому месту вам вернуться назад, где был рабочий код? Никак. Ничего, никто не возвращается. Ты просто находишь этот баг, и поскольку этот баг был внесен в течение последних скольких-то часов, ты знаешь, к какой фиче это относится. Заходишь в админочку и убираешь соответствующую галочку. Бум. Все. А как я сказал, это был последний вопрос. Я специально читал уроки. Так что давайте, продолжение в кулварах. Илья, спасибо большое.